Живя на Урале и путешествуя по городам и странам, понимаешь несколько вполне очевидных вещей. Магнитогорск – город с никакой экологией это раз. При этом, как город, он максимально мудро спланирован, и это два. Поселки Магнитки и окрестностей отличаются большим порядком и прибранностью это три. Последний пункт, вероятнее всего, объясняется наличием в Магнитке лучшего генофонда, еще той царской России, согнанного сюда в 30-х годах прошлого столетия. Именно поэтому у магнитогорских девушек ноги стройнее, а лица приветливей, у магнитогорских бизнесменов реакция на хук или маваши российского экономического разгильдяйства оперативнее. Некоторые, конечно, тупя и привыкнув работать на откатах, копытца-то и пооткидывали. Но мы про тех, кто смог, прогнув банки, в раз повернувшиеся к народу пятой точкой, запустить во времена нечистые производства, призванные очищать магнитогорск. Оказывается, резину можно не сжигать и не засорять нашу любимую атмосферу, тем более, что у нас новый воздух и так в городе не самый чистый, но это особенности производства металлургического. Что у вас на выходе получается? У нас на выходе получается печное топливо, получается металлокурт и получается твердый остаток, это сорбент, то есть углерод. Мы, значит, наши инженеры продумали, как в дальнейшем поступать с нашей продукцией, да, и сконструировали форсунку специально для нашего жидкого топлива, который можно отапливать любое помещение от минимального до больших объемов. Проблема утилизации автомобильных покрышек и проблема здоровья нации – это все вместе и более чем кстати. Хотите получить рак? Не проблема. Регулярно сжигайте авторезину, храните ее в погребах рядом с картошкой и довольно скоро на тот свет и в белых тапочках, предварительно отдав за лечение все то, что вы заработали за свою жизнь. Возможно, этим вы стимулируете медицину, находящуюся в плачевном состоянии. Тоже вариант – принести пользу родине. А можно и другой вариант – не гадить, где живешь. Тут просто. Приехав в гараж, это я для частника, посоображайте. А старая авторезина нужна ли вам? Метод утилизации совершенно прост. Пункт технического осмотра Орженикидзовского района и техосмотр и выполнение социальной задачи – сделать город чище. А как грамотно переработать и сделать из мусора конечной годной переработки продукт – это задача подъемника. Цена вашей форсунки и цена форсунки, допустим, оригинальной германской. Оригинальную германскую форсунку мы привезем, разумеется, в евро. А евро сейчас немножко других денег стоит. Ну, на сегодняшний момент, по прошлому году, наш цех, он отапливался непосредственно германской форсункой, которая работала чисто на солярке. Она нам обошлась два года назад в 40 тысяч рублей. Наша форсунка, себестоимость, мы просчитали, она будет обходиться с заказчиком, если кто-то будет у нас заказывать такие форсунки, в пределах 15-20 тысяч, это в зависимости от мощности. И, во-первых, здесь я бы хотел отметить отличающиеся возможности нашей форсунки. То есть, зарубежная форсунка или аналог зарубежной форсунки, непосредственно, которая работает на топливе, на солярке, они, расход топлива у них в пределах от 3 до 4 литров. То есть, это порядка, в сутки мы сжигаем порядка 100 литров. Вот, наша же форсунка работает где-то порядка 1,2-2,4 литров. Это за час. В сутки получается это где-то 30-40 литров. Но цена солярки и цена нашего печного топлива значительно отличаются. Солярка на сегодняшний момент, если тонна, это стоит 20 тысяч рублей, наше топливо стоит 8 тысяч рублей за тонну. И здесь, по-моему, экономику может любой просчитать, как это выгодно и как проще жить зимой с меньшими затратами. Уж кто-кто, а я-то знаю процесс. Все-таки энергофаг, кафедра ТИМП, затем аспирантура, к сожалению, не оконченная. И вот, из загруженной предварительно разрезанной авторезины, практически без выбросов, выходит годный продукт. Углерод поверхностно активный, это для МЧС. Металлолом, это для родного комбината. Газ, это естественно для собственных нужд. И жидкое топливо, это для населения. Жидкое топливо, это зажигается проще солярки. И имеет промежуточное октановое число между 60-м бензином, был такой в войну, и дизельным топливом. Конечно, в обыкновенной дизельной горелке спалить его можно. Но чтобы достичь максимальной производительности по теплу, и минимального расхода топлива, и минимального, опять же, выброса копоти и сажи, нужна вот эта горелка. Вот так она работает на практике. А вот такой дымок из трубы. Это не монтаж. Дыма реально нет. Есть только пар и углекислый газ. Ну и главное. Подъемник может утилизировать практически все вредные отходы производства. Масляные опилки, ветош, спецовки, пластиковые канистры и бутылки. Вся деятельность, естественно, лицензирована. Если у вашего предприятия есть проблемы с утилизацией того, что, в принципе, может гореть, обращайтесь в подъемник. Ну, куда девать макулатуру и металлолом, мне вас учить не надо. Пионерами были все. А те, кто не был, станьте пионерами по очистке своего бизнеса, дома и дачи от хлама. Много это или мало. Вот это море бывшей употреблении авторезины. Кстати, фирма подъемник берет сегодня на утилизацию Белазовские колеса. Придумала технологию и живет. Великолепно живет. И, естественно, благодаря вот этой установке, которая находится за моей спиной, получается не только выход замечательного угодного продукта. Кстати, вот вам тема для бизнеса. Попробуйте углерод утилизировать дальше. То есть, ну, сделать установку по производству алмазов, промышленных, например. Очень выгодно. Вот. Можно поставить в Магнитогорске еще и завод по изготовлению автомобильных фильтров для салонов. Угольных. Ничего так лучше не утилизирует, не перерабатывает газы, чем уголь. Вот. Естественно, выход годного это еще и металлолом. И, естественно, выход годного это еще и замечательное топливо, которое вы можете здесь себе заказать. Вот сегодня уже наработано примерно 50-100 тонн. К концу сезона будет 200 тонн. Это замечательная замена такой дорогой солярки.